Всем привет, друзья, из Австралии, из самого сердца Австралии, из столицы, из Канберы. У меня для вас есть очень интересное видео. В этом видео я вам покажу настоящую демократию, ребята, и хочу, чтобы вы поняли, почему я выбрал Австралию. И почему я выбрал жизнь именно в этой стране. Потому что здесь настоящая демократия. Здесь создано всё для жизни человека. Потому что политики здесь являются слугами народа. И дом правительства всегда открыт для всех и каждого, даже не только граждан Австралии. Раз он открыт для всех и каждого, каждый может туда зайти и посмотреть, что там внутри. Надеюсь, вам будет тоже интересно, поэтому пойдёмте посмотрим. Ну что, мы в самом внутри, и экскурсия начинается, видимо, где-то здесь. Поэтому пойдёмте посмотрим, что здесь есть интересного. А интересного здесь есть многое. Нам вот туда. Смотрите, какие здесь интересные есть стулья. Здесь почтовое отделение сразу есть, то есть можно отправить, я так понимаю, открытки прямо отсюда. Ну, вообще здесь работает ещё и деловая почта. Вот это главный холл. Я поднялся по лестнице сюда, и сейчас я иду направо. Время час дня. И это видео, скорее всего, будет в двух частях, потому что парламент очень большой, и вам нужно успеть показать всё. Поэтому давайте её сделаем в двух частях. Это пока что будет первая часть. Здесь есть экспозиция современных художников в парламенте страны. Ребята, как вам такое? Я думаю, что это очень хорошо. Просто открыты двери для всех. Смотрите. То есть прямо здесь проходят экскурсии для людей. Просто потому что государство создано для людей. Понимаете? Это, по сути, слуги народа, которые народ избирает. И всё. Если они работают плохо, избирают других. И это открыто для всех. То есть каждый может сюда зайти. Вот и всё, ребята. Вот почему нужно выбирать Австралию. Потому что государство создано для людей. Здесь можно посмотреть также экспозиции. И продолжать движение вперёд. Смотрите, как красиво прерываются деревья. Что-то в Австралии наступила осень. Это круто. Везде есть кифты, туалеты, станции с водой, где можно утолить жажду. Всё на всё для людей. Вот, собственно, и всё. Проходят экскурсии. И ходят люди. Так должно выглядеть настоящее государство. Это, между прочим, новое здание парламента, которое было открыто в 1988 году. До этого было другое здание парламента. Оно находится прямо недалеко отсюда. Построено в начале 20 века. И в 1927 году, насколько мне известно, сюда как раз переехал в то старое здание парламента. Потом в 1988 сюда. Здесь есть экспозиция с премьер-министрами Австралии, которые управляли страной. До 1929 года. С 1929 по 1932. Мистер Джеймс. 1939 год. 1949-1966. А это 1941-1941 год. Господин Артур. Продолжаем наше движение. Так, это что? Ага, знаете название Curtin University? Вот, пожалуйста, бывший премьер-министр. Премьер-министр. 1945-1949. Это 1966-1967 год. Это 1967-1968 год. Видите, как часто менялись? Настоящая демократия. 1968-1971 год. А это 1971-1972 год. И мы продолжаем наше движение. Что такое? Там ничего интересного нет, поэтому мы продолжим идти в этом направлении. На другой стороне есть более современный премьер-министр, который мы также можем посмотреть. Потом мы пойдем в том направлении, чтобы посмотреть палату представителей. Это тоже интересно. Надеюсь, она будет открыта. Сейчас мы подходим к более современным премьер-министрам. Давайте посмотрим. Мистер Уиттлэн Фрейзер. 1975-1983 год. Хоук. 1983-1991 год. Это самый лучший премьер-министр Австралии с 1996-2007 год. Джон Хоуэрд. А это Джулия Гиллард. 2010-2013 год. Это королева Австралии. Елизавета Вторая. А это... Так называемый мистер-спикер. То есть в парламенте есть человек, который сидит в голове, как-то спикер парламент. Вот госпожа Бишоп была до 2015-го года. Сейчас там другой человек. Ну вот уже ее современный портрет. Здесь и сид. Напомню вам, ребята, что мы находимся в самом сердце Австралии, в ее парламенте. И здесь государство создано для человека. Понимаете? Для человека. И это самое главное. Поэтому я выбрал Австралию и вам уже рекомендую. Здесь мы можем посмотреть старую фотографию. Даже не фотографию, а картину. 1988 год. Видимо, год открытия парламента. А вот здесь мы можем посмотреть... Это депутат 2016 года нашего округа, где я живу в Сиднее. Линда Берни. Насколько известно, она из первых депутатов аборигенов в женщине. То есть... Очень интересно. Это очень здесь чтут и уважают. Так, ребята, мы сейчас пойдем на крышу во второй части. И пойдем посмотрим зал заседаний, где заседает парламент. Поэтому я вас приглашаю всех во вторую часть. Это первая часть, она будет заканчиваться здесь. Если вам понравилось это видео и хотите посмотреть вторую часть, поставьте классы, лайки. Там будет самое интересное. И подписывайтесь на мой канал. Здесь будет очень много интересного из Австралии. Об Австралии, об иммиграции в Австралию, о получении образования в Австралии. Наш сайт www.vamagrochi.com Я увижу вас в следующих видео. Ребята, спасибо за экскурсию. До новых встреч. Это первая часть. Добро пожаловать во вторую, в следующем видео. Пока. Привет, эскамберы.